Хорошее настроение не покидает Карадо Таламонти. Путешествие по России дается итальянцу легко. Первое время пенсионер не знал, как отреагировать на сюрпризы, которые преподнесла ему восточная страна. В самом начале маршрута у его автокампуса украли колесо и сняли номера. Сюрпризом стало и отсутствие привычных удобных парковок. Ввиду того, что им принято, что парковки в Европе классные, прекрасные здесь, они удивляются, потому что для них это как перед войной. Автотуризм популярен в Европе. Итальянские пенсионеры приехали в Ярославль на специальных мини-автобусах. Дом на колесах оборудован бытовой техникой, мебелью, есть даже большая и удобная кровать. Все, что нужно для комфортного путешествия. Я люблю путешествовать. Конечно, мы хотели посмотреть Москву, но небольшие города, как Ярославль, очень самобытные. Нас, иностранцев, всегда привлекали ваши храмы и архитектура. Да, мы приехали в кампусах, чтобы как можно ближе приобщиться к вашей культуре, посмотреть все изнутри. Вместе с Карадо Таламонти в Ярославль приехало 40 пенсионеров из разных уголков Италии и Франции. Туристы утвердили маршрут с помощью интернета. В специальных сетях пожилые активисты создали сообщество путешественников. Правило у этого сообщества одно – в группу могут войти только семейные пары. Жена Карадо Надия решила поддержать мужа и отправилась с ним искать приключения. Я плохо знаю языки и не очень люблю путешествия. Но мой муж очень активный человек, тем более мы с ним всегда вместе. Дети выросли, внуки подрастают. Можно и мир посмотреть. Вдали от родины итальянцы будут целый месяц. Пенсионеры познакомятся с культурой и архитектурой России. Но уже сейчас впечатлений от суровой северной страны достаточно. Вот и закончилось путешествие итальянцев и французов в Ярославле. Следующая остановка – Ростов-Великий. Дальше мы будем ждать их в нашем городе каждый год. Ведь Ярославль всегда привлекал итальянцев и французов своей красотой и живописными фасадами. Алина Комарова, Сергей Грибушков, Сергей Мазилов. Я новости. Продолжение следует...